Тут тоже в комментариях сейчас появятся люди, которые скажут, что должны быть классические постановки, никаких режеопер и так далее. Пусть раздают шампанское, пусть выносят крабов. Скажи, как ты это выдержал? Вечер длился пять с половиной часов. Коченственно, конечно. Ну а тем не менее. Всем привет, вы смотрите седьмой выпуск оперных новостей. Сегодня обсудим юбилей Миринского театра, постановку Богомолова «Летучий голландец» Вагнера, сольный концерт Екатерины Семенчук в «Заряде» и «Аида в Берлине». Поехали. Исполнилось 240 лет со дня основания Миринского театра, о котором мы говорим с вами практически в каждом выпуске. Естественно, концерт не мог быть никаким другим, кроме как грандиозным марафоном в лучших традициях маэстро Валерия Гергиева. Сразу скажу, что вечер длился пять с половиной часов и было три полноценных отделения. То есть масштаб не может не поражать. Как это было, рассказывают ведущие музыкальной критики. Мария Бабалова на страницах российской газеты и Владимир Дудин в «Коммерсанте». Миринский театр по-настоящему постарался в одном праздничном вечере собрать лучшее из возможного сегодня. Хотя, конечно, объять необъятная задача априори невыполнимая, да и жанр любого гала таит множество стилистических и вкусовых труднопреодолимых препятствий. Но впечатляющих номеров было намного больше, чем тех, что без художественного убытка могли уменьшить продолжительность концерта. В программе доминировала русская музыка, Эльдар Абдразаков исполнил монолог царя Бориса, обладательница гран-при конкурса Чайковского Зинаида Царенко, а скромно для своего статуса спела Арию и Анна из «Орлянской девы Чайковского». А Владислав Судимский и Юлия Маточкина были великолепны в сцене Грязнова и Любаши из «Царской невесты» Римского-Корсакова. Оставила яркое впечатление редкое теперь появление на Миринской сцене Елены Стихиной в образе Лизы из «Пиковой дамы» и дерзкое над мурашек проникновенное исполнение Екатерины Семенчук щедринских частушек Варвары из оперы «Не только любовь». Желание горе-редакторов концерта, расшибиться в лоб, но всем угодить во что бы то ни стало, приводило в том числе к забавным казусам. На фоне декорации из «Любви к трём апельсинам» Прокофьева, где только что отсверкала своей арией «Царицы ночи» воплощение сопрано Айгуль Кхизматуллиной, спешно заменивший ранее заявленную Альбину Шугимуратову, бас Михаил Петренко вдруг затянул бурлатский хит «Эй Ухнем». За ним, будь то из Венецианской лагуны, потянулся мужской хор чернорубашечников, оказавшихся в роли бурлаков-эстетов, тянущих за собой виртуальные гондолы. Убогость художественных решений в оформлении сцены резко контрастировала с музыкальными красотами, как если бы на «Мерседес» нацепили капот «Запорожца». Переходим к следующей новости. Это «Летучий голландец» Богомолова. Сергей, ты там был? Расскажи, как ты это выдержал? Было ли это так ужасно, как писали многие в социальных сетях? У кого там были просто сердечные приступы от ужаса и так далее? В общем, насколько это было ужасно или прекрасно? Начиная разговор об этой постановке, я бы, прежде всего, убрал какую-то категоричную эмоциональность, потому что не все так просто. Во-первых, начнем с того, что постановка сама – это непростой проект. Это совместная, первая в истории, совместная постановка двух российских театров, о чем очень много говорили. Вот Антон Гетьман, директор «Новой оперы впервые» это осуществил совместно с Пермским театром. То есть, попросту говоря, на двоих поделили бюджет. И попеременно, сначала в Пермь, потом в Москве, будут показывать этот спектакль Богомолова. Возникает главный вопрос – зачем будут показывать? Вот здесь уже можем мы с вами ответить. Может быть, нужно было финансы направить в более какое-то интересное и продуктивное русло. Но направили куда направили, к сожалению. Почему к сожалению? Главная претензия, на мой взгляд, – это несоответствие места и действия. Я читал статьи, и отзывы, о которых ты говорила вначале, они совершенно, можно сказать, разношерстные. Поскольку кто-то говорит о том, что у Богомолова все плохо с техникой, не проработаны массовые сцены, артисты на сцене не знают, что делать, и вообще концепция не складывается, и чисто технически спектакль не поучился. Другие, и в том числе я, должны с этим поспорить, поскольку к этому, на мой взгляд, вообще не придерешься. Хор знает, что делать. Даже если, например, он хор посадил в автобус, и они там сидят, в автобусе ждут, это тоже разработка массовой сцены в какой-то степени. Это подход статичный, пусть статичный, но это тоже метод работы с массовыми сценами. Здесь нельзя сказать, что это плохо. Был один из хоров, например, они с вениками там пели, значит, женский хор, с вениками очень оживили, понимаете, какая-то в жанре всего того, что происходило, это вписывалось, в принципе, в контекст, в жанровый контекст. А жанр очень простой, это капустник. И вот здесь начинается то, о чем я сказал, несоответствие места и действия. В принципе, камень преткновения здесь и юмор. Многие говорили, не смешно, неинтересно, скучно. Ну да, конечно, когда, например, говорят, что действие происходит над деревней Бураново, откуда знаменитые бурановские бабушки, участвующие в Евровидении. И над этим поселением летел самолет с артистами театра Опереты, разбился, и смерть у артистов была такой же легкой, как и их жанр. Когда нам это смешно? Сидя в зале новой оперы, в академичном зале, в академическом зале, в зале, где мы помним еще традиции Евгения Владимировича Колубова, его основателя. И вот здесь, в принципе, как-то смеяться об этом неприлично. Но если бы я, допустим, сидел дома, в уютной какой-то атмосфере, в раскрепощенности, то в какой-то момент можно над этим тоже посмеяться. Пусть, да, немножко кощунственно, конечно, но тем не менее. То есть юмор такого порядка, который должен восприниматься наедине буквально с самим собой или с близкими людьми. Вот несоответствие места действия. То есть капустник, деревня Бураново, шутки не смешные или смешные в какой-то определенной степени. Сюжет, который никто не знает из пришедших в зал. Вот очень, кстати, тоже интересная тема. Я в кулуарах слушал в «Антракте», простите, не в «Антракте», а в начале, потому что «Антракта» не было. Слушал, что говорят, он говорит, мы вообще не знаем эту оперу. А мы вот сюда пришли, потому что богомолов, потому что тусовка, потому что хочется приобщиться к этой пафосной, красивой жизни. И вот они пришли сюда, они не знают, кто такой Вагнер, кто такая опера наша несчастная. Им все равно, они не хотят это узнавать, они не хотят расслабиться. Но тогда давайте, я не знаю, сделаем для них все, потратим еще больше бюджета, установим вместо портера столики, пусть раздают шампанское, пусть выносят крабов, пусть, я не знаю, вместо оркестровой ямы зальют туда воду, и мы будем плавать в бассейне. И где-то фоном может светить спокойно эта опера. Потому что сама по себе концепция, она вроде бы есть, она придумана, вторая сюжетная линия, как это бывает в современном режиссерском театре. Но вот это несоответствие места действия, когда мы все-таки пришли в оперный театр, когда мы хотим и знаем, что немаловажно, удачной интерпретации этого сочинения. Конечно, простой капустник на летучего голландца наслаивать, ну, так себе. Поэтому здесь, в принципе, о чем бы хотелось говорить, на самом деле, о вокале. Да, я вот сейчас уже говорю, комментирую, потому что это, естественно, вызывает эмоции, нельзя здесь абстрагироваться от каких-то, знаете, экзальтированных высказываний. Но, тем не менее, хочется говорить же о вокале, о том, как получилось или не получилось у Филиппа Чижевского музыкальная сторона этого проекта. Но здесь невозможно об этом говорить, потому что музыка абсолютно ушла на второй план. Сидишь в зале, смотришь капустник, и тебе все равно, как поют, что поют. Нет, конечно, я, например, своим укомузыкального критика слышу, что очень даже неплохая, очень неплохая получилась работа, довольно высокий уровень, что в другой ситуации я бы отметил в первую очередь. Но здесь музыка уходит на второй план, становится абсолютно ненужной. Я думаю, что вот этот главный критерий, с точки зрения которого можно говорить о постановках Богомолова. Естественно, мы сейчас, я думаю, что разовьем эту тему в комментариях. Это такой вопрос, о котором все любят говорить. И давайте обсудим, кто был, кто не был, кто никогда не пойдет на Богомолова. Давайте все соберемся в наших комментариях. Во-первых, подписывайтесь и ставьте лайки на наше видео. Не пропускайте новые выпуски и обсуждайте темы, потому что мы, мне кажется, собираем все то, что требует живого отклика, что требует какой-то реакции. Вот так про Богомолова, которому будет совершенно неинтересно и не нужно, к сожалению. Слушай, у меня... Да, кстати, правильно Сергей сказал, пишите все в своих комментариях. Это очень важно. Мы все читаем, все просматриваем, на что-то отвечаем. И оставайтесь с нами, узнаете, чем наше чтение ваших комментариев закончилось. Но я хотела тебя спросить. Вот смотри. Есть все-таки, мне кажется, тут тоже в комментариях сейчас появятся люди, которые скажут, что должны быть классические постановки, никаких режеопер и так далее. Но при этом есть все-таки постановки Чернякова, где есть какой-то смысл, и с музыкальной точки зрения есть какая-то работа. Есть постановки, такие как у Богомолова, судя, я не видела, честно скажу, поскольку не видела, не читала, не могу осуждать, как толком. Многие пишут, что и предыдущие его кармены, и вот сейчас это абсолютное, то есть как бы полный хайп без... То есть человек не работает с музыкой, им вообще неинтересно, про что там опера, он открывает там, видимо, либретто, о, вот это смешно, вот это, вот это. Ты согласен с этой точкой зрения? Конечно, это режиссура абсолютно разных порядков, то, о чем ты сейчас говоришь. И надо сказать, что не Черняковым единым. Потому что ряд тех, кто работает с партитурой, и тех, кто идет от музыкального языка, можно продолжить. Это и Барикоски, и Кристоф Лой, и Кати Митчелл, и много других режиссеров, которые действительно идут от первоисточника. Нельзя сказать, что они, сочиняя параллельную историю, также в принципе, да, формально так же, как Богомолов, они сочиняют параллельную историю. И нельзя сказать, что она уж совсем не идет в разрез, это было бы преувеличением. Разрез, я имею в виду, с композиторским замыслом. Но они все-таки ориентируются на подтексты, на двойственность, и на то, что какая-то двусмысленная заложена в этой партитуре, в этом композиторском творении. Это другого порядка режиссура. А у Богомолова это, конечно, капустник. На это ставка делается, как и в Кармен. Кармен, кстати, была гораздо слабее с точки зрения техники. Там действительно массовые сцены были непроработаны, и артисты слонялись по сцене, просто не зная, куда им встать, куда пойти, и что вообще нужно делать. Здесь он, может быть, даже, кстати, и учел это, и постарался что-то немножко подработать и убедительнее сделать технику. Но суть-то осталась та же, суть капустника. Суть развеселить и уйти вообще от всех наших смыслов, от всей нагрузки искусства. Вот она ему чужда и абсолютно неинтересна, на мой взгляд. Ну да, вообще, интереснее веселиться, конечно, как многие это делают. Но мы все-таки не про это. Мне только жаль, что он берет такие произведения, как «Голландец» или «Кармен». Это все-таки не «Хи-хи-ха-ха», а не какой-нибудь там «Свадьбы Фигера», где можно... Там тоже, конечно, можно найти и серьезные смыслы, но хотя бы там проще как-то это свести комедии, чем в той же «Кармен» или «Итучем Голландец». Ладно, поехали дальше. В Московском зале «Зарядившим» успехом прошел концерт знаменитой мецесопрано Екатерина Семенчук и пианиста Семена Скигина. Действительно была выдающаяся и порой неожиданная программа, особенно условное третье отделение. Мы анонсировали этот вечер и очень ждали его действительно, потому что Екатерина с такими программами камерными нечасто выступает, особенно в Москве. У нее огромная международная карьера, она востребованная певица, и все-таки оставляет ее внимание, уделяет его этому нужному, мне кажется, очень нужному для нашей публики жанру камерного музицирования. О том, как это было, я, правда, тоже ходил на этот концерт, потому что невозможно было пропустить, но мы все-таки решили к третьему мнению обратиться. Для нас с вами, специально для оперных новостей, расскажет свои впечатления Павел Токарев. Он музыкальный продюсер, автор и ведущий канала «Сады искусств». Для меня это концерт-открытие. В первую очередь, почему? Для меня Екатерина Семенчук, безусловно, настоящая дива, но в первую очередь ассоциируется с большим оперным стилем. И когда я услышал ее в камерной музыке, которая мне очень хорошо знакома с юношеских лет, я совершенно не представлял, как она будет это исполнять. И, конечно, к моей великой радости Екатерина Семенчук проявила себя как тонкая камерная певица, которая умеет не просто транслировать то, что заложено в музыке и в тексте великих композиторов и великих авторов, а мы слушали Глинку «Прощание с Петербургом» на стихи Кукольника. Там есть совершенно потрясающие шедевры, помимо Жаворонка, помимо попутной песни. Например, «С детства у меня столь любимая болеро», такие слова, но если ты изменишь мне, это можно спеть очень по-разному. И, конечно, как правило, это пели мужчины, мужские академические голоса, но мы знаем и интерпретацию Ирины Константиновны Архиповой, столетия которой уже через год мы будем праздновать всей страной. Так вот, для меня исполнение Екатерины Семенчук стало открытием, потому что она не только блестяще донесла то, что нам закладывает в эту музыку композитор, но и свою сугубо личную интерпретацию этой музыки, все оттенки текста. Песни и пляски смерти Мусоргского на стихи Глинищева-Кутузова прозвучали настолько мощно, с такой атакой звука, с такими драматическими интонациями. Казалось бы, все заложено в этом страшном тексте Глинищева-Кутузова, и к концу, по ходу развития этой вокальной пьесы, я не побоюсь этого слова, мы... атмосфера накаляется, но Екатерина Семенчук с блеском справилась со вторым отделением концерта. Я был абсолютно потрясен. Третье отделение фактических концерта нам Екатерина Семенчук подарила потрясающие бесы. Там были и русские романсы, и Гранадас, и Дворжик. Вы знаете, для меня своего рода лакмусовой бумажкой была реакция моей мамы, потому что она очень любит академический вокал, но она может сдержанно реагировать. Нет, в третьем, когда начались бесы, она расплакалась, конечно же. И для меня это было во время романсов фритшумного бала, для меня это было, конечно, очень знаковое проявление. Я хочу поблагодарить организаторов этого концерта Екатерину Семенчук, и сказать, что нам нужно как можно больше привлекать молодые поколения вот к таким концертам. Оперные премьеры проходят не только в Москве и Петербурге. Сегодня мы расскажем еще про редко исполняемую оперу мастера Маргарита в Самаре и Евгения Онегина в Нижнем Новгороде. Конечно, это невозможно оставить без внимания, поскольку действительно авторы в регионах предлагают интересные концепции. Уж Евгений Онегин точно будет для вас совершенно неожиданно. Начнем с мастера Маргариты Сергея Слонинского. О том, как это было, рассказывает Евгения Кривицкая в журнале «Музыкальная жизнь». Режиссер Юрий Александров анонсировал в своих комментариях кинематографическую смену сцен и не обманул. Действие идет стремительно, благодаря чему перипетии романа в опере представлены достаточно подробно. Хоровой пролог, в котором Пилат вопрошает, была ли казнь? Конечно же, дана сцена на Патриарших прудах и знаменитый диалог поэта-бездомного Миши Берлиоза. В опере он обозначен как здравомыслящий. Не обошлось и без трамвая, перерезавшего голову атеисту, не верующему в дьявола. Опера Слонинского требует от певцов совсем уных качеств, чем, скажем, Моцрит или Верди. Важна не столько тембральная краска или красота голоса, сколько точность интонирования, приближенность к речевой выразительности. Всего этого и добился от певцов дирижер Евгений Хохлов. Говорят, что в Нижнем Новгороде поставили Евгения Онегина, в котором Ленский остался жив. Все ли верно? Я пока не был, к сожалению, на этом спектакле, но, судя по откликам, придется побывать, поскольку действительно радикальное решение с одной стороны. С другой стороны, я вот уже посмотрел фотографии, мы вам тоже покажем кадры из этой постановки, и вы увидите, что визуализация Евгения Онегина, она вполне соответствует традициям. То есть здесь какого-то переодевания в джинсы и всей вот этой красоты нет. Но есть концепция. На дуэли Ленский остается жив, а гибнет Зарецкий, секундант. Поэтому вот такая интересная история. И мы решили вам не какой-то комментарий музыкального критика показать, а вот одна из нижегородских газет сделала материал на основе мнений слушателей. В том числе там есть и профессора консерватории. Вот такие разные совершенно мнения и небольшую выборку мы вам предлагаем. Одна из зрительниц высказала предположение, почему Ленского не убили. Такого изумительного Ленского просто немыслимо убить. Сергей Кузьмин стал центром спектакля. Красивейший, объемный, сочный голос, роскошные верхние ноты, страстная экспрессия, идеальная пианисима, поэтичность и естественность. Здесь было все. И только Зарецкого Виктора Ряузова жаль. Несмотря на вокальную убедительность, он был убит на дуэли вместо юного поэта. Спектакль получился, хотя и не бесспорным, но очень ярким и музыкально впечатляющим. Однако не все разделяют этот восторг. Некоторым зрителям показалась сомнительной и неоправданной идея оживить Ленского. Ленский действительно великолепен, но зачем ради сомнительного хэппи-энда жертвовать смыслом? Превращать Онегина из дуэлянта в убийцу. Досадно, что талантливейшие люди позволяют себе такое неоправданное искажение бессмертного сюжета. Прокомментировала профессор Нижегоровской консерватории Ольга Гринес. В Берлине состоялась премьера новой постановки оперы Верди Аида со звездным составом, но творческий результат, вот каким он был, это особая интрига. Поскольку я прочитал в канале «Девятые ложи» об этом событии и захотел попросить Александра Курмачева, музыкального журналиста, рассказать нам об этом поподробнее. Ему слово. Спектакль начинается с того, что мы видим толпу шахтеров, которые мнутся, жмутся, стесняются, а потом этот взрыв нарастает, они бегут на авансцену и забрасывают невидимыми, естественно, слава богу, камушками, но скоро, наверное, будут использовать настоящий портер роскошного театра «Унтерден Линден». Что следует дальше? Дальше идет, естественно, политическое высказывание на тему всех актуальных сегодня мейнстримовских проблем цивилизации и отношений с диким миром. То есть плохо торговать с отсталыми странами, плохо потреблять люксовые товары, продукты, услуги для этого главные герои наряжаются в яркие люрексные платья, костюмы, показываются убитые животные, их шкуры. То есть идет обычный такой набор, мозаичный, между собой никак не связаны эти темы, проблемой. Естественно, кульминацией всего этого коллажа является видеоиллюстрация сцены «Триумфального шествия», в которой режиссер нам показывает сафари, охоту на... Там и носороги бегают, и жирафы бегают. Там все очень живописно. Проблема в том, что действительно Авида как опера о любви на стыке двух противоборствующих военных систем в наше время, в общем, абсолютно страшное время, никак не вызывает мысли об опасности для животного мира и экологических катастрофах, связанных с международной торговлей, там переправлением грузов через океан. Об этом режиссер нам тоже в одном из видеофрагментов намекает. И, конечно, этот пафос весь он производит очень удручающее впечатление. В зале кричат «Бу!». Ну, самая большая проблема, мне кажется, она тесно связана с самой режиссерской концепцией, это музыкальная сторона. Вопрос Николу Луизотти, который является музыкальным руководителем, то ли не смог, то ли, может быть, даже не планировал собрать эту очень сложную партитуру, в одноцельное произведение. Там разные группы инструментов находятся часть оркестра на сцене, плюс знаменитые трубы Аиды, которые эталонно, совершенно фантастически звучали, но совершенно отдельно. Так же, как отдельно, конечно, звучал блистательный ансамбль солистов. И, прежде всего, это Марина Ребека, латвийская сопрано, богатейшим, красивейшим темпром. Её соперница Амнерис была исполнена, наполнена, озвучена совершенно фантастическим голосом Элины Гаранчи, которая сегодня, наверное, одна из самых лучших, сильных, ярких оперных актрис в диапазоне мето-сопрано. Очень неплохо мы понимаем, о чём речь выступил Иисиф Ивазов. В партии Редомеса великолепны были и Рене Папе, и Григорий Шкарупа блестяще озвучил роль египетского царя. И Габриэля Вивиане размашисто, мощно, ярко, жирно, таким вот голосом негодяя мерзавца исполнил партию воинственного людоеда Аманасара, папы Аиды. И, наверное, Вивиане был единственным человеком, который идеально совершенно подходил к эстетике вот этого социального низа, вот этого плебса, который тянет за собой через всё своё творчество Калликст и Биейта, показывая всем присутствующим в зале их моральную, этическую несостоятельность. Итак, спектакль совершенно бестолковый, но при этом, если вы посмотрите картинки на сайте оперы, даже видеоролики, это очень интересно сделано как отдельная жанровая сцена, прекрасное видео, и фотоматериал сопровождает рекламную кампанию этого спектакля. Но послушать, посетить театр, потратить деньги можно, наверное, и действительно нужно только ради выступления Элины Гаранча в партии Амнирис, а главную нью-сцену во второй части этого спектакля, поэтому только ради этой замечательной, удивительно фантастической певицы, наверное, это странное зрелище имеет смысл посетить. Музыкальный мир активно отмечает столетие со дня рождения Марии Каллы с концертами, фестивалями, конкурсами и прочее, но самое, наверное, заметное для широкой публики инфоповод, это, конечно, съемки нового фильма о певице с Анжелиной Джоли в главной роли. Немного неожиданный такой выбор, и уже есть первые кадры со съемок. Новый фильм о Калла снимает режиссер Пабло Лорайин, он автор таких известных боепиков, как Спенсер о судьбе принцессы Дианы и Джеки о Жаклин Кеннеди. Процитируем его. «Я очень рад возможности продолжить рассказ о женщинах, которые изменили судьбу 20 века с культурной точки зрения. Возможность совместить две мои самые глубокие и личные страсти кино и оперу, исполнение моей долгожданной мечты». Вот так режиссер рассказывает об этом проекте в прессе. Конечно, главный импульс для дискуссии о том, похожа ли Анжелина Анжоли на Каллас или не похожа. Дадим ей шанс, посмотрим, как эта работа будет. Но вот уже есть фотографии, вы можете подумать, составить свое впечатление, написать нам об этом в комментариях. Очень интересно узнать ваше мнение. Ну что ж, переходим к анонсам. Сергей, рассказывай, что ты нам интересного собрал, что ты нам порекомендуешь эти посещения. Наверное, я сегодня начну с того, что в Большом театре грядет премьера. Это опера «Адриана Ле Курьер». Будет дирижировать Артем Абашев, оставит ее Евгений Писарев. Как вы понимаете, состава нет, хочется сказать, и не будет. Но надеемся, что он появится хотя бы не в день премьеры, а хотя бы за день, за два, за три. Это, кстати, тоже очередной повод для дискуссии, потому что все-таки я думаю, я надеюсь, что людям хочется знать, на кого они идут в театр, на каких исполнителей, потому что все-таки опера – это прежде всего певцы. Я думаю, что наши подписчики с тобой с этим согласятся. Но сделаем себе заметочку. Интересная опера, давно она не шла в Москве, «Адриана Ле Курьер», 16 ноября в Большом театре. 3 ноября в зале Чайковского будет исполнена оратория Генделя «Радостный, задумчивый и умеренный». Делает ее прекрасный коллектив, можно сказать, большие специалисты в этом жанре, оркестра музыка «Вива» под управлением Александра Рудина. Советую вам зайти на сайт зала Чайковского, посмотреть состав артистов, наши русские артисты, но, тем не менее, которых вполне можно поставить на одну ступень с яркими именами западноевропейского толка. И многие сейчас наши артисты ничем не уступают звездам Баро европейским и находятся тоже на прекрасном уровне. Например, Будя Диляра Идрисова. Уже одно ее имя само за себя говорит, что должен быть успех. 9 ноября в Большом зале консерватории состоится гала-концерт участников проекта Институт оперы. Я думаю, что многие наши подписчики знают о таком проекте. Это огромный интенсив, который проходит лучшие голоса со всей России, отбираются 50 человек для участия в потоке. И они проходят занятия по вокалу. Я им читаю лекции по иопере. Маша, например, моя соведущая им рассказывала про особенности СММ, как вести соцсети. Также о ней психологию, работу с дирижером, с режиссером, видеоредакции. То есть огромный спектр того, что требуется современному певцу. Все это они проходят. И я, поскольку с ними занимался, общался, могу вам сказать, что певцы интересные, умные, а это для вокалистов самое главное. Я думаю, что надо их поддержать, что это наше будущее, будущее нашей оперной сцены. Еще один концерт, который я особенно хочу вам порекомендовать, состоится 12 ноября на новой сцене Большого театра. Роман со Чайковского исполнит один из лучших певцов современности Игорь Головатенко вместе с пианистом Семеном Скигиным. Как раз мы в начале выпуска рассказывали, что они недавно с большим успехом выступили с Екатериной Семенчук. Теперь Семен Борисович выйдет на одну сцену с Игорем Головатенко и они исполнят роман со Петра Ильича Чайковского. Читать письма Чайковского будет актриса Светлана Крючкова. Такой интересный состав. Я думаю, что все трое заслуживают достойного и большого внимания. Я думаю, что вот особенно горячо хочу вам рекомендовать этот концерт. И, конечно же, все, о чем мы сегодня говорили. Ну и под конец, Маш, объявляй нашу маленькую интригу по поводу комментариев. Прежде чем объявить, я еще раз напоминаю, что не забывайте подписываться на нас тут, в Телеграме, ставьте лайки, пишите свои комментарии, нам очень приятно ваша обратная связь. И вот в прошлом выпуске, где мы обсуждали Любашу, один из подписчиков написал нам просто целый сюжет для оперы. Сергей, ты выставил его... Сделала практически то, сделала практически то, что хочет сделать каждый наш комментатор. И вообще каждый, кто неравнодушен к режиссерскому театру. Мы разговаривали про Любашу, и для тех, кто не помнит, про новую постановку в Театре Станиславского и Немировича Данчин к опере Римского курса «Сквацарская невеста». Дмитрий Белянушкин принес действие на 50 лет вперед, в будущее. Любаша у него беременная, что многим показалось очень радикальным решением. И вот наш подписчик с никнеймом «Вакла-1» оставил такой комментарий, где предлагает оперный сюжет. Предлагаю сюжет для оперы. Любительница оперы идет в театр. По окончании спектакля она поджидает режиссера и закалывает его. Выходящие из театра певцы аплодируют, но музыкальный критик вызывает полицию. Полицейский гонится за героиней и застреливает ее. Но спустившаяся с небес души композиторов просит Господа оживить смелую девушку. Что она делает? Полицейский раскаивается и арестовывает макального критика. Всеобщее ликование занавес. Позвольте эту историю, пусть она обрастает подробностями. Какой-нибудь композитор сейчас зайдет в комментарии, скопирует, вставит себе ворд. Ворд это такое интересное сюжетное предложение и вдруг появится опера. Кто знает? Я все равно, кстати, сразу скажу, что не согласна с судьбой музыкального критика в этом сюжете. Мне кажется, что вот как раз надо и пожалеть. Он абсолютно точно ни в чем не виноват. Я на его стороне. Спасибо, Маша. Спасибо, Маша. И вам спасибо, дорогие друзья, что смотрели наш сегодняшний выпуск. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok